Если бы еще совсем недавно я показал бы вам такую надпись на крыле этого автомобиля, вы сочли бы это за дурную шутку. Однако сегодня это реальность. У меня на тесте Porsche Cayenne с дизельным двигателем. Сначала о внешнем виде. Поршевские стилисты, явно недолюбливающие дизайнерские революции, все же сумели себя проявить. Автомобиль стал более обтекаем, от него сразу веет спортивным духом. Бросаются в глаза измененные фары, аэродинамические бамперы, необычные зеркала заднего вида и диски еще большего диаметра. Все это доказывает, что Cayenne это не спринтер, а стаер. Во внешности только один элемент кажется чужеродным. Задние фонари несколько вычурной формы. А что если поклонникам марки не понравится такое отступление от канонического стиля? Наиболее яркое впечатление производит центральная консоль, усеянная расположенными елочкой, кнопками и переключателями. Смотрится потрясающе. Как и полагается автомобилю премиум класса, качество отделки и богатство оснащения без вопросов. А теперь о главном. Дизельный двигатель, ради которого я взял автомобиль на тест. За него даже большой доплаты не требуется. В сравнении с базовой бензиновой шестицилиндровой версией, он дороже всего на 30 тысяч рублей. Технические характеристики двигателя вполне достойны. Трехлитровый мотор V6 мощностью 240 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент в 550 ньютон-метров доступен уже при 2000 оборотах в минуту. А теперь за руль. При таких размерах и весе разгон за 8 секунд впечатляет. И нет никакого дизельного тарахтения или вибрации в помине. Максимальная скорость 218 км в час. Даже при динамичной езде расход топлива не выходит за разумные рамки. 11 литров солярки на 100 км в пути для такой махины удивительно. Новый восьмиступенчатый автомат хорошо знает свое дело. Переключение всегда своевременно. Так что ручной режим управления трансмиссией вряд ли будет востребован. По водительским ощущениям это добротное купе, а не тяжелый внедорожник. Особенно впечатляет устойчивость машины в ходовых поворотах. Но по мне немножко жестковато. Однако полностью расслабиться водителю не позволяет скверная обзорность. У наружных зеркал слишком мала зона видимости. Да и через внутреннее мало что можно разглядеть. Прежний Каен мог смело съехать с асфальта и покорять бездорожье. А новый стал неженкой и увы на такие подвиги уже не рассчитан. Автомобиль лишился понижающей передачи и блокировок межколесных дифференциалов. Что здорово снизило его вездеходный потенциал. Да, новый Каен растерял вездеходные таланты. Зато прибавил в динамике и управляемости. Но я готов ему простить все недостатки за дизельный двигатель. Который еще раз доказал закат эры бензиновых монстров.